Добрый день! Ко мне приехала головоломка нереальной сложности. Это кубоид 1х1х3. Вот такой вот суперсовременной упаковки. Написано, то есть, осторожно, сделано в Китае, детям до 3 лет нельзя. Слишком сложно. Давайте открывать. Да, еще это брелок. Посмотрим на цвета. Белый, белый и желтый рядом. Настораживает. Стикер какой-то не очень. Колечко, как для ключей. Шесть цветов. Белый, синий. Синий и зеленый опять рядом. Белый, желтый. Но оранжевый и красный напротив. Посмотрим на вращение. Что можно сказать? Он вращается. А этот? И этот вращается. Думаю, если смазать, будет вращаться лучше. Попробуем перемешать. Максимально перемешанное состояние. Хотя нет, можно еще сильнее. Примерно вот так. Здесь три слоя, три элемента, не считая цепочки. Пробуем собрать. Собралось. Внимательный зритель моего канала помнит, что у меня уже был подобный кубоид. Только он был посложнее. Один на один, а на четыре. И задается сейчас вопросом, зачем я купил эту ерунду. Ответ простой. Мне просто нужно было сделать еще один заказ, чтобы добрый китаец выслал мне кубик, который должен был присылать раньше. MS3L. Мне прислали версию простую. Должна была быть с двойными магнитами. И вот, чтобы он мне выслал нормальную версию, я нашел самую дешевую головоломку. Ну, учитывая, что курс доллара в то время был просто космический. И заказал вот этот обрелочек. Сам он мне, естественно, был не нужен. Вот такая у него судьба. Но его законное место будет в коллекции других подобных. Кстати, вот один на один на четыре. Здесь у меня есть маленький двухсантиметровый от YJ. Какой-то побольше от ЧИИ. Пирамидка от ЧИИ. Вавилонская башня неизвестного происхождения. Не знаю, что это за бренд. И еще и Викуб от ЧИИ. А, да, также у меня тут есть мой значок почетного донора. Кто не в курсе, я почетный донор России. Сдавал много раз кровь. И все это висит на медальке за второе место в кубике 8х8 на YJ Саратов-Спешево-2019. Ну, краткий обзор моих брелочков. Этот добавится сюда. Что же насчет MS-3L? Вместе с этим кубоидом чудным действительно приехал кубик. Он был похож на MS-3L. И у него, как и положено, был логотип розового цвета. Внутренности черной. Я сделал несколько вращений и понял, как же он прекрасно вращается. Какой же, наверное, MS-3L отличный кубик, когда с нормальными магнитами. А магнитов здесь достаточно. Но еще немного его покрутив, я понял, что ощущения какие-то слишком знакомые. И на MS-3L не так уж сильно похоже. И тогда я посмотрел на коробочку. Это был MS-3V1. То есть куб, который у меня уже есть. Изначально меня смутило то, что внутри черный пластик вместо неокрашенного. Но, видимо, в новых партиях он такой. В итоге я вновь не получил тот куб, который хотел. И то, что мне положили куб, который гораздо дороже, не сильно меня утешило. У меня до сих пор нет MS-3L с нужными магнитами. Я, честно, не знаю, как выходить из этой ситуации. Сейчас очень трудно покупать головоломки. Да и желания покупать еще раз MS-3L у меня уже почему-то нет. Продавец уже не захотел бесплатно присылать мне еще один кубик. Да, его можно и понять. Понять можно, а простить, конечно, не хочется. Ну, ладно. В общем, напишите в комментариях, будет ли вам интересно просто обзор такого простенького кубика MS-3L, который мне не особо понравился, так как в нем нет нормального количества магнитов. Ну, это именно базовая версия. Сравнивать его с другими моделями бессмысленно, так как он определенно хуже. По очевидным причинам магнитов здесь недостаточно. Ну, просто технически показать, как он выглядит. Возможно, смысл есть. В общем, напишите в комментариях. На фоне вы могли заметить еще кое-какие головоломки, которые ко мне приехали недавно. Буду тестировать. Очень интересные. Несмотря на все трудности YouTube и опасности его блокировки, я продолжаю выкладывать видео два раза в неделю. Некоторые старые, некоторые новые. Если вдруг YouTube заблокируют, то в описании можно найти ссылки на мои другие социальные сети, где также будет выходить контент. Ну, это Яндекс.Дзен и Рутуб. Обе площадки мне не нравятся. Да, YouTube им далеко. Но постепенно переливаю видео на Рутуб. На Яндекс.Дзен дублируются они уже давно, и по субботам там выходит дополнительный контент. Как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok